Хайр Лирте! С добрым утром, уважаемые телезрители! Начинаем передачу местного телевидения. Сегодня среда, 19 января. Вернее, о ходе подготовки весеннепоевым работам хозяйств района, фермерских хозяйств, предприятия, обслуживания ПК. Второй вопрос. Оршевская... В пятницу, 14 января, в актовом зале музыкальной школы состоялось заседание консультативного совета при главе администрации, где были обсуждены следующие вопросы. Оршевствие над колхозами, совхозами, фермерскими хозяйствами в 1994 году. Об участии в решении социально-экономических задач коммерческих структур района. О состоянии подготовки к весеннеполевым работам колхозов, совхозов, фермерских хозяйств, предприятий, обслуживания агропромышленного комплекса. С участием руководителей главных специалистов колхозов, совхозов, фермерских хозяйств, управления сельского хозяйства и продовольствия, руководителей предприятий и организаций города, представителей коммерческих структур, заведующих отделами местной администрации, заместителей главы местной администрации. О совещании вел глава администрации города и района Назир Загитович Зиязов. По первому вопросу о шефстве над колхозами, совхозами, фермерскими хозяйствами в 1994 году выступил заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Камиль Ахмедсафинович Саидгалиев. Сегодняшний день такой непредсказуемый в экономических отношениях. Особенно важно, когда рядом имеются, простыми словами, друзья, хорошие, сильные промышленные предприятия. И об этом, поэтому, не стоит, наверное, много распространяться. Это очень важно. Ну, по шефской помощи за 1993 год немножко итоги подведем. И в области строительства проделано немало. Об этом уже было много сказано. Ну, пересислим только некоторые крупные объекты. Особенно вот мы в этом году произвели большую работу по газификации населенных пунктов. Впервые за этот год получили газ хозяйства пяти колхозов Максима Горького. Это пересислить можно. Колхозы Коммунар, Урожай, Победа. Сапаева газопроводов. И находятся в стадии строительства, подготовки к сдаче и документации еще 20 километров газопроводов высокого давления. Сданы школа на 162 места в колхозе Волга, села Каймашаваш. Сданы три клуба, такие крупные, в колхозе Баршевик, Заря, Парижский Коммуна. Но этот пересислим можно и дальше продолжить, конечно. Но, по-моему, не стоит. Это все вы знаете, видели. При сдаче этих объектов были приглашены непосредственно участвующие в этом процессе руководители промышленного предприятия. Все они знают. Раз были приглашены, значит и оказали посильную помощь. И астропировали не будет. Потому что прошло 93-го. По списку закреплений предприятий, организаций по колхозам, совхозам, по осуществлению программы «Город-село» на 1994 год выступили начальник районного дорожно-строительного участка Фазлиддинов. Обращайтесь к нам. Тут подряд не работают. Мы можем очень большей силы не бить. Значит, со стороны привлеченный транспорт. Состоятельный путь. Начальник дорожно-строительного участка Ангоду Краснохолмск, нефть Шарапов. Мы очень большими днями. Мы поможем к автору. В то же время автор. Директор нефтебазы Дистанов. В 93-м году. Ну и построй материалами тоже разносторонне помогают. И в этом году будем этот темп поддерживать. Сегодня я просто хотел бы сказать, вот тут как раз в десятилетии прошло некоторое время. Начальник нефтегазодобывающего управления Краснохолмск, нефть Юрий Каврилович Пензин. Сегодня, значит, серьезное. Я не хочу подробно останавливаться в таком положении. Но одно только скажу, что на картофике сегодня больше 10 миллиардов долгов. И даже сегодня, если правительство по штатистанам не изменит хотя бы 40% поступлений платежей, чтобы оставались в распоряжении предприятий, то мы не знаем, как завтра вообще будет существовать. Тем не менее, значит, я думаю, что как-то решится вопрос. Томализуются отношения с платежами в целом в республике. И мы сможем оказать помощь, что в этом такая возможность будет. Безусловно будем работать, но, может быть, все и не сможем. Но как будет жизнь пока? Потому что сегодня практически серьезное положение, действительно. Если так будет, то вообще трудно будет говорить. Да, я думаю, что все-таки жизнь умеется. Но я думаю, опять-таки, будет многое зависеть от тех хозяйств, которые хотят сделать. Которые хотят сделать, но не приходят. Мы как-то находим пути, значит, средства. В сравнении деревни Шудек и деревни Канегова. Потом сейчас уже промоку. Со своими предложениями выступил председатель колхоза «Победа» Масуд Кожапов. Я считаю, что сегодня для нас, для района, не составляет большой поток. А затем слово взял заместитель главы администрации Фирус Канифович Мухаммеддинов. Объезды к фермам, асфальтирование, строительство водопроводов, улучшение телефонной связи и помогать во всем пристроительстве газопроводов и газификации, как котельных, так и длинных домов сельских работников. Вот сказали, в частности, Райф Сгофурч тоже, но на это заранее надо иметь, конечно, и проектную смертную документацию. Кстати, вот 17 января, я уже сказал вроде, приглашают опять ваш Киравтодор с проектом плана на 94-й год. То, что если мы будем работать и будем иметь проект, будем работать, она будет финансироваться. Вот по итогам 93-го года все работы, которые были проделаны по строению автодорога, были полностью профинансированы за счет республиканского бюджета. Но по этой статье мало мы, как говорится, с местного бюджета отделили денег, так как республиканских средств, можно сказать, было. С заключительным словом по первому вопросу о шефстве над колхозами, совхозами, фермерскими и хозяйствами в 1994 году выступил глава администрации Назир Загитович Зиязов. ...которые отнеслись с большим вниманием и выполнили вместе принятые решения. Я еще раз повторяю, вот и уверенно могу заявлять, те работы, которые выполнены, они в 8-м дом, 99% они обложены. Как вы сейчас? У нас сейчас немножко работа осталась по филипанизации, но в первом квартале мы этими вопросами расследуем. Это задача. Если мы хотим жить, выжить и дальше хорошо, там должна пройти красной нитью газификации сельской местности. Вот мы в этом году где-то 58 километров, так, мы сказали 60, но 58 набирается. Ну это цифра одного порядка там, 58-60. Где-то 700-750 квартир на самом деле получается. Это нас не устраивает. Вообще, на основании постановления глава администрации города Янаул Яновского района... Вторым вопросом заседания консультативного совета был вопрос об участии в решении социально-экономических задач коммерческих структур района. По этому вопросу выступила заведующая отделом экономики местной администрации Алия Шамсудиновна Тазетин. Индивидуальные частные предприятия 5, товарищества с ограниченной ответственностью 26, кооперативов 3 и акционерных обществ 6. Вообще, из всех зарегистрированных предприятий в этом году по тем или иным причинам ликвидировано 15 предприятий. Вот по справке налоговой инспекции из вышеуказанных 36 предприятий, которые занимаются коммерческой деятельностью, на 1 октября у нас вообще данные по итогу 9 месяцев, потому что год по году еще многие коммерческие предприятия не представили, и поэтому по году мы не смогли обобщенные отчетные данные подготовить. Вот на 1 октября представлены отчеты налоговой инспекции, а финансо-хозяйственной деятельности всего 25, а остальные 11 предприятий не представили. По результатам работы от коммерческой деятельности и включая другие виды услуг, поступила налога на прибыль, включая налог, начисленный на превышающую сумму зарплаты от минимальной платы труда, 15 миллионов 559 тысяч рублей, налог на добавленную стоимость составила 26,158 тысяч рублей, налог на имущество 916,7 тысяч рублей, из них в дорожный фонд поступило 620 тысяч рублей. Основные налоги поступило из следующих организаций, из малого предприятия «Свобода» 1 миллион 610 тысяч рублей, из товарищества «Сави», из товарищества «Марвал», фирмы «Янау», который служил при ремонтно-техническом предприятии, из акционерного общества «Янау Агроуэл». Вот отчетные данные «Фортуна» и малые предприятия «БАСК», которые в настоящее время у нас готовятся документы на ликвидацию. Товарищество «Брик», товарищество «Кристалл», «Север», «Каскад», «Руслан», «Проект». Из законодательства предпринимательской деятельности на 1 декабря 1993 года руководители 10 коммерческих предприятий «Востоксервис», товарищество «Сервис», акционерного общества «Янау Агроуэл», «Сельсен Клим», «Башкортустан», товарищество «Марвал» привлечено к административной ответственности в виде штрафов на сумму 230.600 рублей. Шесть предпринимателей без образования юридического лица подвергнут штрафу. А затем слово взял главный налоговый инспектор по городу и району Зайкат Хасанович Имашев. У них очень большой опыт. И на сегодняшний день, когда начали проверять, их очень даже трудно проверять. Нет данных, документа нет. И не показывать или скрывать. Есть такой, значит, проект. Проект по данным, сведения, значит, которые нам поступают. Этот проект сдал товары за наличный расчет, между прочим, наличными более 10 миллионов. И до сих пор не отчитывается, ни разу не отчитался. Мы разным путем, значит, собирались пригласить его. В данный момент сейчас мы передали налоговую полицию. Только мы это вынуждены передать, да? Никак не сможем, если хочу отобрать. Но нужно отметить тоже. Вот, вот, предприятие пока что-то имеется. По этому году есть САВИ. Этот, который находится в Нефтекамске. Поэтому роботы за 93-й год имеют более 20 миллионов прибыл. Это, конечно, от них и поступит большая сумма, значит, налог на прибыль. Соответственно, и по сумме, по налогу на давние стояки поступит по ряде сумма. Это, конечно, для районов большая поддержка. У них предприятия, я считаю, надо поддержать. А которые, значит, не показывают, не дают финансовые результаты. Наши предприятия надо закрыть. У меня все. Все получают. Перед собравшимися также выступил юрист, старший налоговый инспектор по городу и району Исламгареев Сергей Васильевич. Значит, проект закона о налоговой службе Республики Башкорстан находится в Верховном Совете. В тот раз, значит, ее для утверждения, для рассмотрения включили, но он не был рассмотрен. И вот сегодня, действительно, вот, закона о налоговой службе, значит, видимо, нам необходимо решением главы администрации, по установлению главы администрации, запретить деятельность таких организаций. По-моему, в законе во местном самоуправлении такое право дано. Имеется такое право. А затем слово взяли представители коммерческих структур. С товарищества «Контакт Валиев». С товарищества «Ограниченные ответственностью сервис Радик Нигматуллин». По тем, которые мы сейчас имеем, мы получили в этом году больше трех миллионов прибыли. К сожалению, конечно, как бы здесь было сказано, есть и большие недоработки наши. Есть, конечно, некоторый потенциал, который мы за этот год накопили. И хотим в дальнейшем, значит, начать здесь, готовим проектно-смертную документацию на строительство завода. Руководители коммерческой структуры «Марвал» и «Маев». Руководители коммерческой структуры «Эзис» при элеваторе Салим Гореев. Не было, конечно, таких помощи. Все-таки хотим, все-таки, само производство развить. В виде нашей продукции отражается. Тут все люди на лицо, которые брали эти блоки, видели эти качества, видели наши строительные работы. Так что, не дадим. Веское слово за существующих коммерческих структур, которые приносят пользу району, городу, высказал советник главы администрации Рауль Мулаенович Сарваров. В случае, если они занимаются... С юридической консультацией выступила заведующая отделом местной администрации Садыкова. Этих предприятий, если они в течение года не приступили к своей деятельности. На этом же совещании был рассмотрен вопрос о состоянии подготовки к весенним полевым работам колхозов, совхозов, фермерских хозяйств, предприятий обслуживания агропромышленного комплекса. Перед собравшимися выступили главные специалисты Управления сельского хозяйства и продовольствия, давлетов и рахмангулов. Главный агроном управления Геруз Гельмулович предложил руководителям колхозов и совхозов восстановить площадь зерновых культур, улучшить качество семян, обратить больше внимания использованию органических удобрений. В выступлении Рахмангулова было отмечено, что не все еще колхозы и совхозы района приступили к ремонту прицепного инвентаря, сейлы, культиваторов. В большинстве хозяйств и ремонтно-техническом предприятии не организован ремонт кормоуборочной и зерноуборочной техники. Были выслушаны выступления начальника агропромснабжения Игламова, начальника ремонтно-технического предприятия Габдрахманова, начальника агропромхимии Валеева и некоторых руководителей колхозов и совхозов района. По всем трем рассмотренным вопросам были приняты соответствующие решения. 11 января, уважаемые телезрители, в здании местной администрации состоялось общее собрание фермеров района с участием руководителей фермерских хозяйств, заведующих отделами местной администрации, специалистов управления сельского хозяйства и продовольствия, представителей налоговой инспекции, заместителей главы местной администрации. На собрании принял участие глава администрации Назир Загитович Зиязов. С докладом перед собравшимися выступил председатель Ассоциации фермерских хозяйств Зиязов Саидович Габдрахман. Были предоставлены земельные участки для ведения крестьянских фермерских хозяйств. В том числе двое организовали крестьянское хозяйство пчеловодческого направления на своих приусадебных участках. Всего фермерам и крестьянским хозяйствам выделено 1058 гектаров земель. В среднем на одно хозяйство приходится 17,9 гектаров, включая арендуемые земли. Структура хозяйств по площадям земельных участков такова. Менее 10 гектаров имеют 28 хозяйств. От 11 до 30 гектаров имеют 15 хозяйств. От 31 до 55 хозяйств. Мы имеем на дело путем оформления земельных участков в аренду. Это из Кубаб, Алматы и Нурани. Таким образом, на 1 января 1994 года в списке крестьянских фермерских хозяйств района числится 52 хозяйства. Факты отказа от земельных участков не следует драматизировать. Нужно считать это нормальным явлением. Какие же доводы позволяют нам заключить такой вывод? Во-первых, переоценка своих сил. Не оправдавшийся надежда на помощь правительства. У многих хозяйств первоначального капитала нет, но кредиты пока, объем кредита не устраивает. Новоявленных фермеров. В истекшем году произошли положительные сдвиги. Я бы оценил так в отношении фермерства, особенно со второго полугодия. Четвертый год. По этой программе, пожелания нескольких фермерских хозяйств отражены в программе. По фермерскому хозяйству «Енот» включены вопросы телефонизации и газа. По хозяйству «Нур» строительство «ЛЭП-04», установка ТП-160 и телефонизация. По фермерским хозяйствам «Улгуш-Урал-Прополис» строительство «ЛЭП-6 кВт». По строительству объектов животноводства. Со своими предложениями выступил главный агроном управления сельского хозяйства и продовольствия Герус Гельмулович Давлет. В фермерах мы хотим видеть больших мастеров, неисполнителей. В чем вот негатив колхозов? Это исполнительство. Там вот и то, и все. А фермер должен быть очень сознательным, очень высокоопытным. Ну, мастером должен отстать. Конечно, это путь большой, и в будущем, все равно, я думаю, фермерское хозяйство, фермеры будут настоящими мастерами сельскохозяйственного производства. Вот что хотелось отметить. Вот Зеков Саветович назвал, что 75 гектаров вы оставляете порогами. Ну, если вот откровенно сказать, эти земли будут в течение года гореть. На них только будет действовать вот то, что даже есть там гумус, вот он будет под лучами солнца гореть. Вот поэтому я не против паров, вы правильно поймите. Пары у нас должны быть только на овощных севоборотах, А вот на производственных, на зерновых, на кормовых, в других севоборотах этих паров мы должны не иметь. Пожалуйста, в будущем, в будущем, вот эти вот пары, надо кончать их и использовать под травами. Между прочим, вот очень хорошее у вас многотраслевое хозяйство. На эти пары надо выходить вот донником, смесью, так. Ну, одним словом, надо превратить эти пары в занятые, культурные, ранние. В прениях по докладу также выступил руководитель фермерского хозяйства Нур Бадритинов. Северпишеницу. Гречиху и ПТС наладить льноводство. Сдали элеватору, то оказалось, клейковина высокая, 0,23, это уже идет на хлеб. Похвалили лаборатории за чистоту и за высокую клейковину. А разница цен, пшеницы, комбикормовой и хлебной, получилась 3 рубля. Килограмм комбикормовой ниже 0,18, 60 рублей. А хлебной уже выше 0,21, 63 рубля. Получается, что нет резона выращивать зерна более пригодные и хорошие. А надо только гоняться за валом, лишь бы больше сдать сетнера. У заготовителей. Нельзя ли создать в бюджете района кредитную сумму, несколько миллиардов, каким-то образом защищая от инфляции. И использовать этих денег для затыкания дыр, перерабатывающей промышленности. А то ведь каждый год повторяется одно и то же. Обычно переработчик, заготовитель элеватор, с сентября до ноября фактически в критическом положении не может рассчитываться с платежами. Летом на масло-соркомбинате получается такое же с платежами при приемке молока. А зимой у нефтяников требуется огромная сумма. Скоро строящийся мясокомбинат начнет также лихорадовать при закупке мяса. Потому что селхозпродукция идет передом. Не постоянно, а в какое-то определенное время. И поэтому-то у переработчиков это будет продолжаться дальше. А теперь вы видите выступление руководителя фермерского хозяйства «Италмаз» Косватова. Большого ума не надо. Кредитование, чтобы покупать технику. Без техники нельзя обрабатывать почву. Заниматься ведением сельскохозяйственного производства. Поэтому есть необходимость покупать технику. А чтобы покупать технику, нужно кредит в суд брать. У нас должно говориться, что мы с руководителем обслуживающих подразделений, в том числе в кредитном отделе, в банке. Находим общий язык, понимаем взаимопонимание. Сельскохозяйственные поддерживают нас. За это им большое спасибо. За это им большое спасибо. Но в вопросе кредитования мне хочется особенно остановиться. Потому что, на мой взгляд, это самый такой злободневный вопрос. Это является тем, что по Башкирии, по Башкирии, в общем, Башкирская ассоциация, Республиканская ассоциация, нам не оказывает сейчас помощи. Почему? Потому что, как сами понимаете, Республика Башкортостан, в общем-то, там есть такие неполадки с российским бюджетом, и российский бюджет не перечисляет деньги в Республику Башкортостан. Тут уже Зикар Санкт-Петербург говорил на эту тему, немного упомянул. Необходимо, видимо, создать межфермерское хозяйство. Тем более, если мы создадим межфермерское хозяйство, там, значит, откроем опять счета, согласно решению ассоциации, там, по-моему, по линии министерства даже сельское хозяйство идет, и руководить такое решение. Перед собравшимися также выступила управляющая коммерческого банка Роза Хасановна Мансурова. Стараемся как-то усить всяким операциям. Мы вам даже и сами пишем, и бланки даем, все-все даем. Управляющий Сбербанком Раиф Азлехметович Валеев. На сегодняшний день воспользуются услугами «Звербанка» 9 фермерских хозяйств. Это «Софима», «Самородок», «Беркут», «Урак», «Озерки», «Нур» и «Талмаз», «Пионер». В своем выступлении начальник производственного предприятия агропромхимия Фаим Хазеевич Валеев заверил в оказании посильной помощи фермерским хозяйствам. У нас мы обеспечим, но относительно финансирования, видимо, продумать надо. Но я думаю, что... Призыв к бережному отношению к земельным участкам прозвучало выступление представителя земельного комитета Яхина Рафиса Мавлетдиновича. По рассмотрению заявлений, делают, получается, иногда как? Заявление поступает в январе месяце. Как на местности в течение месяца рассмотреть заявление и тут же, значит, отвезти в натуре? Так давайте уж будьте хозяевами. Рассчителем хозяевами. За год мы вынуждены были, значит, отказать четверым. Ну, правда, значит, обошлось без судебного следствия, как говорится, без судебных органов, так, ну и пришлось их пригласить и получить у них отказную, так сказать. Перед собравшимися также выступила заместитель главы администрации по экономике Лира Негамаевна Цуварева. В какой-то мере стараются поддерживать фермерство. В прошлом году, вы все знаете, удобрения. Какую-то долю удобрений вам бесплатно давали. Ну, и фермерские хозяйства также мы по мере обращения обеспечиваем лесоматериалом. Очень интересным и содержательным было выступление советника главы администрации Рауля Мулаяновича Сарварова. Суждать немножко в общих категориях. Вот, уважаемые фермеры, на самом деле надо высказать вам большую благодарность за то понимание, что администрация района полностью, в принципе, на вашей стороне и действительно стараются во все помогать. Ну, средства, естественно, очень ограничены и положение дел сегодня социально-экономическое не очень веселое, вернее сказать надо совершенно не веселое, а труднейшее положение, поэтому, конечно, тоже приходится это все изыскивать, ну, где-то кого-то отделять, возможно, ну, и так далее, и так внимание. Я считаю, что это был на основе последних лет работы, фактически ввелся какой-то определенный диалог, не только на словах, но и делами, и поэтому, видимо, родилось такое понимание, и особого я не вижу сегодня никакого конфронтационного подтекста ни в одних выступлениях. Идет действительно более даже обстоятельный разговор о развитии сельского хозяйства района сегодня, даже чем вчера. И активность с вашей стороны, и прочее, мне не нравится. Я, знаете, вот то понимание в администрации района, которое родилось именно, что необходимо заниматься фермерскими хозяйствами, давалось тоже нелегко. Я последние два года как ученый, занимаюсь этими вопросами, я родил вот такую аналитическую записку где-то страниц на 60, она вышла отдельной книгой, и мы дали ее каждому председателю колхоза, и так далее, и так далее. В разговоре и с председателями колхозов, и с остальными тоже, и с верхом, и с низом, нужны аргументы. В этом году ваш главный аргумент был, это ваше проданное зерно. Вот это был аргумент, и действительно глава администрации, многим председателям колхозов тыкал этим, и говорил, что вот фермерские хозяйства столько сдали, а ты сколько продал, и ничего не продаешь, только ходишь здесь и стараешься взять, дай комбикорма, дай то, дай другое, технику, третье, удобрение, четвертое и прочее, а отдачи нет. И вот один главный момент я хочу сказать, что ваша задача поднять именно товарность сельскохозяйственной продукции в районе. Товарная, именно рыночная структура прежде всего. А если в основной массе колхозов натурализуется, вы ей должны как противовес идти, вы должны поднимать товарность. Это будет у нас главный аргумент, на основе которого можно будет вести разговоры. А выступление главы местной администрации Назир Загитовича Зиязова еще раз убедило фермеров нашего района в том, что они всегда найдут поддержку в местной администрации советами и конкретными делами. Понимать во всяком случае, что и фермеры могут кое-что делать. И наконец-то, значит, у работников председательства корпуса, во всяком случае у многих уже появляется надежда на это. К сожалению, не все еще понимают это. И вот отношение вот вам к фермерству, значит, все-таки еще на сегодня остается желать лучшего, конечно. Но тем не менее, уже первые проблески, вот первые лучи, это наша хорошая совместная дружная работа появляется. Но есть силы еще не только в нашем районе, да и в республике, которые недопонимают еще, хотят все по-старому вести хозяйство. И поэтому особого размаха развития фермерства и в республике не получают, и в некоторых районах вообще не получают. Мы сдали где-то 267 тонн, 2670 центнеров, где-то 1,3 процента от того, что, значит, сдали нашему району государству. Вот не зря Ира Умилович, Илья Невмайевна сказали, значит, о повышении товарности производимой продукции. Безусловно, мы понимаем ваши трудности. Это нехватка всей хозяйственной техники, дороговизна, значит, всякие тормозы со стороны особенностей председательства корпуса, да и главных специалистов. На вооружении вот товарищи вот здесь собрались мои заместители, ну и главные специалисты управления сельского хозяйства, заведующие отделами. Отбросить надо вот все эти, давайте, домыслы, что вот они ничего не могут, они могут делать. Давайте повернемся лицом к вопросу фермерских хозяйств, давайте, если мы вот так будем вместе работать. Как мы будем помогать? Колхозы, совхозы образовались когда? Да. Нас учили 29-е, 30-е годы, так ли? 65-е годы почти уже существует, да ли? А эти 2-3 хозяйства 2-3 года существует, и еще мы им, значит, такие вопросы навалили особенности, трудности, наравне с теми, которые уже 60 лет живут давать. Им очень трудно тоже, я не понимаю, но им этим, например, еще трудно. Сколько комбайнов списали? Это 50 комбайнов. Не жили из этих 50 комбайнов, хотя бы 10 комбайнов нельзя собрать. Из 5 комбайнов 1 комбайн можно собрать? Можно иметь? Да, инженер. Я вот, например, знаю, все, можно собрать. Эти комбайны бесплатно надо вот этим людям. Вот сегодня состоялось совещание по итогам работы за 1993 год, как работали фермерские хозяйства нашего Янаульского района. Ну, я думаю, разговор состоялся конструктивные, в общем-то, очень хорошие выступления были, пожелания очень хорошие. И вот, какими впечатлениями вы покидаете вот сегодняшний совещание? Вот самый первый вопрос вам. Я с Новоартаула, фермерское хозяйство АНОР. Ну, я надеюсь на лучшее, конечно. Мы выявили, как на этом собрании по возможности свои нюансы, недоработки, рассмотрели все эти неприятия и неконтакты с другими предприятиями, особенно вот Агроснабом, банком и переработчиками. Надеемся на лучшее. А у вас, дорогой, не боюсь? Тоже так же. Каждым годом, думаю, улучшится работа. И районное начальство поймет, и мы сами больше будем стараться. Владимир Тимиршинович, как у Вашего впечатления от сегодняшнего совещания? Фермерское хозяйство и Талмаш. Ну, я думаю, что разговор состоялся конструктивный. Отратно то, что присутствовали руководители обслуживающих подразделений, в частности, как Агроснаб, банк и другие обслуживающие подразделения. И, в общем-то, я думаю, что взаимопонимание есть, в дальнейшем будет конструктивная работа. Хорошее впечатление осталось. Немножко о прогнозах Вашей деятельности на ТУП-94 год. Кто-то из Вас скажет. Ну, как уже выразил доверие Назир Тагитович, поднять урожайность и товарность. Это уже за нами, как бы, желание большое и было раньше, и остается на будущее. Стоит, опять же, вопрос, поднять урожайность и подготовить почву, ухаживать за землей. Из-за этого, наверное, мы доверие руководства оправдаем, думаю. А вот те 50 комбайнов, которые были списаны, сможете нет, собрать из них хотя бы 5-6 комбайнов? Как Вы считаете? Можно быть, можно быть, собрать, да. Было бы желание из одного списанного комбайна, в общем-то, в принципе. Я сам списанно собрал. Тоже списанно собрать. Ну, от всей души мы благодарим за беседу с нами и желаем Вам успехов в этом трудном, мы так считаем, 1994 году, и чтобы он для Вас был успешным. На этом наши передачи окончены. Мы желаем всем Вам доброго рабочего дня. Сау Була Газ.